Добрый день! В эфире онлайн-трансляция телевизионного проекта редакции «Советская Белоруссия. Твое сегодня». Как мы и анонсировали, тема программы «А война все идет». Идет она, естественно, на Украине, уже фактически вокруг нее. А гость нашей студии – политолог Юрий Царик. Он председатель наблюдательного совета Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Здравствуйте, Юрий. Вы не первый раз у нас в гостях. Скажите, как бы вы могли охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию на Украине, не с точки зрения каких-то исторических параллелей, а вообще в Восточной Европе, я бы даже сказал, не только на Украине. Вообще пахнет порохом у нас здесь? Да, вы знаете, я думаю, название, то есть передача, то название, которое вы выбрали, вполне отражает суть дела. Речь идет, конечно, о войне, хоть и, как принято сейчас говорить, о гибридной войне. Или конфликтом называемый. Да, да, конфликт. Но, тем не менее, гибнут люди. Война идет в конкретном регионе в полном масштабе, а конфронтация стран вокруг этого конфликта все нарастает и разрастается. То есть и количество стран вовлеченных, и степень их, так сказать, противодействия друг к другу все увеличивается. И это, конечно, такая тенденция, вызывающая беспокойство. Многие спешат назвать нынешний конфликт новой холодной войной, вспоминают Карибский кризис, когда, наоборот, советское военное присутствие появилось в зоне, в традиционной зоне интересов и зоне безопасности, даже, можно сказать, США на Кубе. Но, я думаю, мы все-таки не в такой ситуации трагической. Я бы, скорее, сравнил, вы знаете, эту ситуацию из истории США с Вьетнамом, а из истории России, может быть, с Афганистаном. Потому что это вот как раз, ну, если США напрямую воевали во Вьетнаме, то, допустим, Россия и Афганистан, это такое не совсем война, да, вроде бы как, но в то же время очень интенсивный конфликт. Но Афганистан был далеко, а здесь пахнет порохом. Ну, для Советского Союза это тоже было приграничное государство все-таки, для Советского Союза. А теперь для Беларуси это какие-то сотни километров всего лишь. Да, совсем близко, и мы это уже ощутили, ну, мы приняли десятки тысяч беженцев уже из Украины, переселенцев. Мы ощутили, конечно же, экономические эффекты этого конфликта, в основном негативные. Мы, ну, вынуждены, так скажем, да, мы не напрашивались, мы вынуждены играть роль посредническую и, по сути, миротворческую. И это напрямую нас затрагивает. Я скажу, что у нас работает интерактивный чат, вы можете присылать вопросы свои гостю студии, обсуждать тему, участвовать в нашей дискуссии. Вижу, вопросы уже идут, но мы чуть-чуть попозже к ним вернемся. Ну, действительно, вы вот сказали, в Минске чуть ли не еженедельно уже проходят мероприятия, двухсторонние, трехсторонние переговоры. Откровенно говоря, о первых из них очень много писали СМИ, сейчас уже как-то забывать даже стали. Уже даже, ну, ничего особенного, очередная встреча. А действительно, ведь встречи особенно ничего не дают. То есть, официальная статистика 6200 убитых, миллион 200 беженцев. Порошенко недавно в открытую, в середине марта, заявил, что война уничтожила 25% промышленного потенциала Украины. Ужасно. Какая сейчас, на ваш взгляд, вот ситуация, как политолога на Украине? Ну, ситуация действительно близка к катастрофической. Война не только разрушила, понятное дело, полностью экономику, инфраструктуру региона. По сути, Украина вынуждена была пойти на отключение, да, что называется, систем жизнеобеспечения региона. То есть, это энергосистемы, прекращение социального обслуживания, прекращение банковского обслуживания. То есть, ну, регион оказался полностью в изоляции и в такой стремительной архаизации. Ну, и, конечно, для Украины в целом, как государства, это тяжелейшее испытание. Это испытание, я скажу так, на фоне которого вообще сохранение Украины, как, ну, некого пока что целого государства, хоть и стоящего там на грани кризиса, это уже большое достижение. Мы видим, что вообще Евромайдан, да, у нас много мифов о Евромайдане, о том, как это все начиналось. Потому что идет информационная война. Информационная война, да. Украинцы говорят одно, россияне другое, европейцы третьи, ну, и так далее, и тому подобное. Но важно, что понимать. Я сейчас не хотел бы там углубляться, да, но важно понимать, что с тем, что называют Евромайданом, в Украине к власти пришли очень разные люди, очень разные силы. Многие из них, я так скажу, хотели войны. То есть войны не для чего-то, не цели какой-то и война как средство, а просто войны как конфликта. Вот их это устраивало, ситуация. И они, эти люди есть и в ДНР, и ЛНР, и в России, и в Украине. И сейчас мы видим, что Украина потихоньку начинает, как бы, ну, украинское, прежде всего, правительство, потихоньку начинает пытаться, вернее, президент и его команда пытаются очищать ряды. То есть сейчас мы видим вот увольнение главы СБУ Наливайченко, мы видим сообщение о расформировании ряда батальонов, ну, по сути, да, добровольческих образований. Порошенко понимает, что надо как-то мирно решать, да, и партию войны отодвигать. Конечно, потому что Порошенко, пока он это не сделает, является заложником партии войны. То есть он в этом смысле, ну, когда вы реально не контролируете вот эти добровольческие, так называемые, батальоны, по сути, наемников, да, в зоне конфликта, и они по своему усмотрению открывают огонь, а как свидетельствуют, кстати, многие, они перестреливаются и с украинскими войсками, то есть там конфликты зачастую, потому что они же и мародерством занимаются и прочим, то, ну, как вы можете вообще вести переговоры, да, вообще представлять свою страну, если вы не контролируете свою же сторону в конфликте. Поэтому это очень важное действие. Кстати, в США тоже было принято решение об отказе в военной поддержке батальона АЗОВ по этой же причине, по причине того, что там, значит, есть неонацисты и так далее. Короче говоря, есть некоторые сигналы того, что все-таки какое-то движение к, ну, более мирному такому решению вопроса идет. Но вы намекаете на то, что Порошенко фактически не управляет вот этими всеми вооруженными формированиями, да? Про все нельзя так сказать, то есть, но по сути, да. Частью какой-то. По сути, Порошенко... При том, что сам он, вот смотрите, в интервью Лемонт и Нью-Йорк Таймс и Никея в канун саммита Большой Семерки сказал, что основная проблема Украины в присутствии там российских войск. Вот основная проблема. Вот цитирую, когда российские войска уйдут, мы возьмем под контроль границу, мы сможем вновь сделать Донбасс частью страны, принести туда мир и стабильность. Ну, такое спорно, да, принесет ли туда мир и стабильность, хочет ли этого Донбасс? Да, сейчас уже после того, как лилась кровь больше года, да, уже непонятно, кто чего хочет, честно говоря. Поскольку пролилась кровь, многие хотят просто мстить, да, и дальше проливать кровь. Многие хотят, чтобы просто это все остановилось, и неважно, кто там вообще будет. Но, ну, давайте так посмотрим, как начинался, опять же, конфликт. То есть, слова Порошенко о российских войсках. То есть, есть они, нету. Ну, во-первых, есть сообщения СМИ, не опровергнутые о том, что все-таки российские войска там есть, и российская сторона их не правит. Есть военнопленные со стороны России. Да, мы политез соблюдаем, но все все понимают. Да, все все понимают. Ну, и более того, мы помним, кто такой Стрелков, кто такой Борода. Да, это люди с российскими паспортами, те, кто начинали боевые действия, и это, опять же, они сами и признали. Поэтому, это как бы, ну, один вопрос, да, там, присутствует или нет. Понятно, что Россия как-то поддерживает ДНР, ЛНР, в том числе и их военную часть, даже хотя бы, пусть косвенно, через экономику. Вопрос того, если мы возьмем вот российские аргументы, да, по конфликту, и чем мог обернуться конфликт, вот этот вот нацизм, значит, неонацизм и так далее, но если мы сейчас возьмем все-таки Украину в целом, мы там не видим каких-то погромов русских, да, слава богу, да, мы не видим там, ну, каких-то национальных притеснений и так далее. То есть, был инцидент в Одессе, очень такой мутный, сложный инцидент, с ним надо разбираться, там должно быть расследование, но, в принципе, мы не видим, ну, того, тех расовых чисток, которые, так сказать, которыми запугивали, ну, скажем, некоторые с массовой информацией, в том числе русских, в том числе населения Донбасса. И в этом смысле я думаю, что если бы можно было действительно прекратить стрельбу, да, и действительно при международных гарантиях невозобновления стрельбы оставить один на один регионы с Украиной, они бы договорились, они бы договорились, но слишком много интересов. Мы о российских военных и вмешательстве России чуть поговорим еще, давайте на вопросы, потому что очень их много, интересно даже, вот смотрите, прям лентами. Так, давайте начнем, да, вопрос сразу, 21 июня, символичная дата, ЕС рассмотрит продление санкций против Российской Федерации еще на полгода. Сообщение с Востока Украины, заявление лидеров ДНР, ЛНР свидетельствует, что мир там никому не нужен, регион находится на грани больших событий, новой крови. Почему так? Ну, я думаю, однозначно вы не скажете, почему так. Ну, я думаю, да, моя версия состоит в том, что как раз в вовлеченности внешних интересов в украинских речи. То есть, кому-то интересна эта война. Да, я думаю, мы это обсудим чуть-чуть дальше. Да, а такую державу, как Россия, санкции сделают только сильнее. Так, чувствуется российский след. Ну, пока что это не подтверждается, скажем так, данными о экономическом развитии России. Совсем не подтверждается. Ладно, санкции Европы. Американцы и вовсе пригрозили выдвинуть к границам России тяжелую бронетехнику. Скажите белорусам, уже пора бояться? Мы тоже об этом поговорим по поводу выдвижения бронетехники. Да, да. Ну, прислушиваться нужно. Это бояться, не бояться. Нет, нам следить надо. И нам надо, ну, так сказать, есть известная поговорка, что надейся на лучшее, готовься к худшему. Поэтому в этом смысле надо не бояться, надо готовиться по конкретным, что называется, параметрам. Ну, вчера министр обороны встречался с главой государства. И об этом как раз шла речь. Так, пусть выдвигаются, это уже отвечают. Получат по голове, понятно, штаты и я укропа, понятно. Надоело их наглое поведение, должно быть адекватный силовой ответ от России. Вот это вот одна из, вот этот вопрос, как бы одна из трагедий взаимоотношений Украины-России. Я, прошу обращения, услышав такой вопрос, я сделал одну выписку, то есть это статистика, статистическое исследование, которое провели американцы. В вопросе, проведенном недавно центром американским, длинное название, поэтому английское плохо, я могу не сказать, представлены мнения о кризисе обычных жителей восьми стран НАТО. США, Канада, шести стран ЕС и также Украины и России. Так вот, в странах НАТО 39% утверждают, что виновником конфликта на Украине, естественно, является Россия. Да, 39%. Пророссийских сепаратистов обвиняют 18%, хотя фактически тоже называют их пророссийскими. И только украинское правительство обвиняют 9%. Украинцы поддерживают мнение ЕС, то же самое. Как 45% они вообще считают, что россияне, это Россия. Теперь в России, с точностью наоборот, в кризисе на Украине виноваты страны Запада, ЕС и США. Четверть, 26% обвиняют в кризисе украинцев, украинское правительство, и только 2% думают, что это вмешательство России. Вот она, так сказать, проблема. Да, это вполне предсказуемые цифры. К сожалению, на полную мощность включились пропагандистские машины со всех сторон. Даже, по-моему, сторон здесь больше, чем 2 или 3. И средств на пропаганду может больше, чем на войну. Никто не жалеет. Да, никто не жалеет. Понятно почему. В России, если мы посмотрим на Россию, при очень плохой ситуации в экономике, при снижении в течение уже фактически полугода, с декабря месяца, полугода, курса рубля и доходов населения, идет рост рейтинга первого лица. Ну, я скажу конкретно, рост рейтинга первого лица. Но есть враги. Когда у нас здесь в эфире был Бузовский, он прекрасную мысль сказал о том, что может быть хорошо, что у нас четко не выкрестили национальные идеи, потому что у белорусов нет четко выраженного врага. В России он появился. Да, да. Поэтому это удобно политтехнологически, в том смысле, что можно как-то манипулировать и сохранять при этом легитимность. Но это не отменяет необходимости заниматься экономикой. Да и вообще, насколько долго можно эксплуатировать этот ресурс. Особенно в России, да. Конечно. Будем дальше, да. Так, пусть выдвигается. Белорусы опять между молотом и наковальней. Время идет, а ничего не меняется. Нужна своя сильная армия. Но, слава богу, вроде она... С этим я полностью согласен. Да, вроде она есть для масштаба в Белоруссии. Создавать что-то мега супер, но тоже неправильно. Да, я думаю, что, вы знаете, если вспомнить украинский, опять же, кризис, и проанализировать крымский, да, кейс, и Юго-Восток, и в целом Украину, то ведь там все это стало возможным благодаря, ну, крайней степени развала, в том числе и армии. Да, да. То есть, крайней степени коррупции. Это не просто там, что там кто-то там взятки берет. Это когда, ну, система, по сути, у них же даже не было закона о военном положении. То есть, за 20 с лишним лет они не сделали закона о военном положении. Это показатель. В этом смысле, то, что мы делаем, конечно, в любом случае правильно. То есть, не нужна большая армия, нужна дееспособная армия и система мобилизации. Путь мобильных войск, наверное, правильный, да, высокоподготовленных. Не количеством умений. Конечно, да. Так, то, что происходит, очень напоминает Крымскую войну. Это вот экскурс в историю. 853-56 года. Интересно, да. Россия вторглась в Дунайские княжества под предлогом защиты единоверцев и рвалась в Босфору. В стране наблюдался подъем уропатриотизма, антизападничества. Но все заключилось, все печально, Российская империя войну проиграла. Ну, интересная параллель. Я, к сожалению, не историк. Не могу подтвердить здесь что-то или опровергнуть. Но параллель интересная. Я думаю, что в любом случае, конечно, любая увлеченность конфликтом, как таковым, играет злую шутку всегда со страной. На самом деле, если мы, кстати, возьмем США, да, вот, что делал Барак Обама последние, вообще весь свой срок. То есть, вернее, оба срока, да, он разгребал наследие Буша. Война в Ираке, война в Афганистане, опустошенный бюджет, летящий вверх государственный долг, он разгребал последствия вот этой вот имперской политики США. Вообще, Юрий, я недавно, благодаря Союзу журналистов и приглашению шведской стороны, мы посетили Стокгольм, Швецию. Да, так интересно, нас подвели к памятнику Карлу XII, ему сказали, вы знаете, говорит, величие Швеции началось после того, как Карл XII получил от Петра I. То есть, он понял, что Швеция уже давно не империя, и надо строить свою спокойную страну. С того момента у них фактически не было войн, там, больше 200 лет, и они сейчас, ну, это как бы не секрет, один из самых высоких уровней жизни населения. Вот эта проблема России, как поет Любе, Екатерина, ты была не права отобрать Аляску, вот, наверное, в том числе и в этом, да? Да, да, согласен. Россия никуда не вторглась, ее вынудили вмешаться и забрать Крым. Напомните, с чего все началось? Россия начала, знак вопроса. Ну, хороший вопрос, можно долго рассуждать о том, как все началось, но давайте, вот, знаете, я когда с российскими коллегами беседую, я всегда их ставлю в тупик таким вопросом. А вот, когда начался Майдан, но Янукович еще оставался у власти, Россия оказала ему поддержку. Что Россия сделала, чтобы Янукович, ну, грубо говоря, не был свергнут? То есть, они заключили соглашение 17 декабря. Три-то сотни политики приезжали в Киев. Они заключили соглашение 17 вроде декабря, вот такие положительные, но они не имели немедленного эффекта, да? А Януковичу нужна была поддержка в плане легитимности, грубо говоря, как, ну, уж извините, да, мы можем вспомнить наши выборы 10 года, когда у нас некие не вполне законные начались проявления 19 декабря, да? Наш глава государства принял волевое решение, да, значит, и очень быстро прекратил эти волнения, чем, я считаю, спас стабильность в стране. Что сейчас особо, вот с годами ценится, понимая события на Майдане, я даже в России бываю, говорят, вот у вас, Майдан бы закончился бы не на час. Совершенно верно, но для этого, все-таки, вот если мы вспомним нашу ситуацию, глава государства за 10 дней до этого подписал соглашение о вступлении в таможенный союз. То есть, было некое понимание, что Москва, по крайней мере, не будет нас, так сказать, ну, уничтожать и подрывать нашу легитимность. У Януковича такого не было. У Януковича, как я понимаю, не было никаких гарантий со стороны России в плане обеспечения легитимности. На Западе он был уже нелегитимен. Как бы, поэтому, к сожалению, то, как все начиналось, это очень сложно. Ну, давайте еще, да, то есть, здравствуйте, Юрий, вам вопрос. Как к политологу, насколько, по вашему мнению, в российском обществе силен национал-социалистический запрос и к чему может привести попытка реванша, которую мы наблюдаем? Спасибо, Виктор Гомель. Я думаю, что национал-социализм, конечно, звучит очень страшно, да, для белорусов, для всех жителей постсоветского пространства, поскольку это нацизм, это, ну, как бы, у нас ассоциируется с Гитлером. Но если строго политологически подходить, то это действительно, ну, некий социализм в том смысле, что запрос, по крайней мере, на социализм, да, запрос на патриархальное государство, опекающее, обеспечивающее благосостояние населения. И плюс, конечно, он имеет национальную почву, националистическую почву, понятно, это русская идея, русский мир, мне кажется, в таком узкой трактовке, не в цивилизационной, а в узкой националистической. Но по факту, если мы возьмем по факту, я бы говорил не о национал-социализме, а о сохранении и усилении в России тенденции к олигархизации государства. Потому что по факту мы видим продолжение либеральных реформ в России, мы видим отсутствие каких-либо внятных действий, направленных на формирование там собственной промышленной системы, восстановление социальной системы. То есть по факту мы видим ультралиберальные реформы, и я бы хотел подчеркнуть, что многие исследователи 3-4 года назад говорили о том, что будет кризис 2014 года, и что если Россия к нему будет не подготовлена с точки зрения повестки развития, то дальше это обернется либеральной диктатурой а-ля Пиночеттам и так далее. В принципе эти прогнозы сейчас подтверждаются, потому что мы видим, несмотря на запросы риторику, используется и советская символика и так далее, по факту мы видим очень либеральное атомизированное общество, которое не собирается консолидироваться, а которое собирается искусственным политтехнологическим путем с использованием мифологем, идеологем, войны, врага и так далее. К сожалению, и в этом смысле, ну если так уж брать строго, может быть политологически, это конечно социализмом не пахнет. Так, начинаются здесь реплики, ха-ха-ха, раз в тысячу лет Европа объединяется, чтобы отгрести людей от России, пора уже учредить медаль за взятие Вашингтона, понятно, ну вот о том, что вы говорили, но кто-нибудь показал, где эти войска на Украине? Я так понимаю, имеется в виду русские войска. Ну да. Ну, показал, показал, да. Ну вот история, да, я как раз уже, Коля, история с сержантом-контрактником Александром Александровым, который был задержан СБУ 16 мая во время боевых действий в городе Счастье, вместе в плен попал Евгений Ерофеев, да, но это факты. На допросе оба россиянина сообщили, что служат в третьей бригаде российского ГРУ, при том, что в Министерстве обороны России это, естественно, отвергли, сказали, что да, когда-то служили, сейчас не служат, но знакомая история, да, тем не менее украинские власти их готовы судить как террористов, а они хотят быть признаны официальными военнопленными, но это все-таки факт. Это факты, Александров сейчас сотрудничает со следствием, Ерофеев отказывается, соответственно, Александрову светят как диверсия, как иностранному военному, а Ерофееву, по сути, террористическая деятельность. Но здесь фактов, на самом деле, много. Ну, вот над министром иностранных дел Лавровым даже посмеялись во время пресс-конференции, последней конференции по безопасности в Мюнхене, когда он заявил, что Россия не поддерживает конфликт никак на Украине. Все рассмеялись, при том, что Рейтер сообщила 28 марта, что Россия подтянула к границам Украины опять тяжелую артиллерию. Сейчас со спутниковыми системами наблюдения это смешно не увидеть. Да, мы знаем, что штаб 20-й армии российской, передвинутый из Новгорода в Воронеж, известны многочисленные, в российских СМИ, кстати, в том числе сообщения, допустим, в РБК были сообщения о том, что, скажем, интервью с родственниками контрактников, которые были отправлены якобы на учения в Ростовскую область, оказались там, погибли и так далее. Какие-то деньги им за это большие платят за неразглашение. Да, сейчас перестали платить, вышел недавно доклад единомышленников Бориса Немцова, там тоже фактура есть. Но самое, мне кажется, серьезное, косвенное подтверждение, то есть есть прямое, это военнопленные в Украине, а есть и косвенное подтверждение, серьезное, это указ все-таки Владимира Путина о том, что данные о потерях, о военных потерях России в мирное время засекречиваются. И это значит, что даже если мы сейчас попытаемся узнать, мы можем стать объектами уголовного преследования. Понятно, значит не будем узнавать и будем отвечать на вопросы. А, так, я вам скажу, что виноваты украинские войска на территории России, что понятно, русская весна, это Новороссия, Белоруссия, Болтороссия, русский мир идет, готовьтесь. Это понятно, да. Да, ну как-то с такими лозунгами не хотелось встречать бы русский мир. Если на Донбассе живут украинцы, почему тогда Порошенко им блокаду устроил и бомбит их? Разве так поступают со своими гражданами? Это сложный вопрос. Вот я расскажу историю, я почему Афганистан упомянул. Там вообще сейчас интересная ситуация, ну не сейчас, а последние года 2-3. Там выяснилась какая история, что идет международная помощь. Она там, конечно, разворовывается, коррупция, все, но часть доходит. Создается инфраструктура экономическая, да. И когда эта инфраструктура создается на территориях, которые не под сильным контролем центрального правительства, да, там, допустим, сильные племенные, допустим, да, отношения к контролю, то в итоге это заканчивается тем, что этой инфраструктурой пользуется Талибан, значит, ну для усиления своих позиций и своей экономики. Примерно, ну и в этом смысле та же логика отключения, да, вот этих территорий и со стороны киевского правительства, как я понимаю. То есть, ну, зачем вкладывать деньги, по сути, в... Ну, как они утверждают, оккупированные территории. В оккупированные территории и в территории, где эти ресурсы во многом пойдут, ну, так сказать... Против них же, да. Логика такая. В Афганистане такую логику в итоге не приняли. Почему? Потому что там все-таки нет прямой, ну, такой явной поддержки с иностранных государств в адрес Талибана, да. Все-таки Талибан, ну, такая вещь в себе. В Украине все-таки ситуация другая. Пока граница российско-украинская не будет закрыта, ну, говорить о том, что есть хоть какой-то, да, что может быть хоть какой-то там разумный и минимальный контроль над этими территориями со стороны Киева не приходится. И в этом смысле, конечно, ну, вкладывать как в черную дыру очень сложно. Это помимо того, кстати, что вот вы привели цифру миллион двести тысяч беженцев, а по сути, если мы возьмем Донбасс, порядка... Это беженцы, да, а если всех мигрантов, то Донбасс до начала вот этой войны это шесть-восемь миллионов, смотря в каких границах считать. Сейчас это максимум два-три миллиона. То есть уже там, ну, просто кто-то физически... То есть эти люди где-то ищут себя. Ужас, да. Так, да вот, кстати, ваши слова подтверждаются. Почему Украина должна тратить деньги на содержание оккупированных территорий? Ну, да, примерно так. Разве Сталин выплачивал пенсии на оккупированных Гитлерах территориях? Примерно так, да. Сомневаюсь, что вообще были такие прецеденты в истории. Ну, жестко, но, в общем, справедливо. Ну, да, да. Похоже, кризис далек до завершения. Вы можете пояснить, чего добиваются стороны? Россия, США, ЕС, Украина? Вы знаете... Хорошо бы у них спросить. Хороший вопрос. Я бы... Вот, я считаю, что логика национальных государств, если мы рассуждаем об этом конфликте в логике национальных государств, она здесь совершенно не действует. Я, вот, мы уже ряд публикаций сделали. Мы считаем, что надо рассуждать о транснациональной партии войны, потому что действительно есть группы в России, в Украине, в США, в других странах, ну, которым конфликт этот выгоден, объективно. Как война в Чечне в свое время, наверное. В принципе, да. Как тоже исламское государство, да. То есть, мы все вроде бы говорят, что, ну, исламское государство – это плохо, это террористы и так далее. Но вот Турция, например, ну, ну, никак она не предоставляет свою территорию для того, чтобы бомбить исламское государство. Ну, ну, вот ничего не поделаешь. Или там, например, Израиль, ну, никак он не начнет наносить удары по исламскому государству. Вот, ну, ну и так далее. В общем, там есть, в общем, в любом таком конфликте есть ряд странностей, и этих странностей достаточно и здесь, сейчас. В этом смысле, мне кажется, действуют логики две. Логика войны и логика мира. То есть, логика войны состоит в том, что по разным причинам нужен конфликт, он хорош, за этим стоят и где-то военно-промышленные круги, да, за этим стоят и где-то и нефтяные круги, за этим стоят, ну, например, те, кто надеются на разрыве отношений России и Европы, да, ухудшение отношений России и Европы, занять нишу поставщиков газа и нефти в Европу, да, то есть, ну, много интересов, которые, так сказать, сплетаются. И есть страны и фигуры конкретные в странах, которые заинтересованы в мире. Вот в этом смысле я бы взял как страну, которая целиком и полностью заинтересована в мире, вот, ну, пожалуй, единственная страна в регионе, это Беларусь. Вот нам действительно, ну, ни в какую сторону нам война не нужна. Если взять Польшу, да, то, ну, скажем, Дуда сейчас, да, президентские выборы выиграл, он выиграл их в том числе на каких-то таких, скажем, антироссийских, да, на антироссийской в том числе волне, а партии «Справедливость» будут выборы осенью, тоже может выиграть на антироссийской волне, им, наоборот, это выгодно, вот, раздувать российские угрозы, требовать экономической поддержки, военной поддержки и так далее. То же самое Прибалтика, да, то же самое, ну, все, кто, в общем, граничит с Россией. Кстати, мы подошли к вопросу вокруг Украины, то есть мы много говорили вот об Украине, вокруг Украины тоже очень неспокойно, да. Очень, очень, да, разные. И вот несколько фактов, что Путин заявил, что состав ядерных сил России, да, пополнит 40 межконтинентальных баллистических ракет, такое заявление Махрового времени холодной войны. В ответ на это Польша, страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва просят в открытую у НАТО сберечь их от российской, так сказать, угрозы. Ну и последнее, конечно, выступая на конференции «Наша безопасность» в Праге, чешский генерал Петр Павел, с 1 июня он приступает к обязанностям военного комитета НАТО, главы, заявил, что российская армия способна захватить страны Прибалтики за два дня и Киев. И в качестве ответных мер он предложил использовать против России ядерное оружие. Вот так немало, немного, ну это смешно, но это ужасно. Немножко безответственное, да, заявление. К сожалению, ну мы помним известную нетленку, значит, господина Киселева о том, что Россия может стереть США в ядерный пепел. Да-да-да, пепел, да. К сожалению, да, эта риторика уже обсуждается. Знаете, я с американцами общался и... Ну понимаете, ядерные чемоданчики-то у всех рядом, потому люди пугаются. Да, это к тому-то и дело. Они еще месяца три назад... Уже Пакистан говорит, что Индию может атомную бомбу кинуть. Саудовская Аравия заявляет о том, что она отказывается от безъядерного... Может отказаться от безъядерного статуса. Вот что ужасно. И коллеги тогда американские говорили еще три месяца назад, когда договор о ракетах средней и малой дальности еще никто особо не поминал. Они вот уже тогда говорили, что Украина это все, ну там, это все мелочи, можно сказать. Но если Россия начнет саботаж режима договора о ракетах средней и малой дальности, вот на это последует очень серьезный ответ. Ну, Россия начала уже? Россия фактически, да, начала, хотя она отказывается и отрицает все обвинения по нарушению договора РСМД. Но понятно, что мобилизация взаимная начинается. Если со стороны, скажем, НАТО, все-таки это в основном пока риторика. Ну как же, танки, тяжелая техника уже входят? Нет, это риторика. Нет, это они заявили, что могут сформировать бригаду в 1200 бронемашин. Но потом дальше командующий с капутными войсками США в Европе заявил, что пока что этот вопрос не стоит на повестке дня. Это риторика. То есть, ну опять же, там же ловят, там в США тоже выборы скоро, понимаете, там тоже все ловят. Да, вы знаете, я вспоминаю, я служил в группе советских войск в Германии, как раз в те времена противостояния. И когда проводились какие-то совместные учения с национальной народной армией ГДР, звучали фразы. Мы одним прыжком докажем, разобьем западный Берлин и вскочим в Париж, так сказать, на танках. Понимаете, вам еще повезло, что вы служили во времена, когда выборы не играли такую роль. А сейчас, когда выборы играют такую роль. Тогда был Орик Хонекер и все. Да, да, совершенно на самом деле серьезно. В США ряд политических сил делают избирательную кампанию на риторике новой холодной войны. То есть, это неоконсерваторы, Джеб Буш, Крис Кристи. Они говорят о том, что, например, надо Китаю военный подход применять. Ну и Клинтон. И Клинтон сделала заявление. Да, она заявление против России. То есть, в этом смысле, ну, очень тревожная действительно ситуация с этой риторикой. Но я думаю, что пока что со стороны НАТО все-таки больше риторики. Реальное военное присутствие, конечно, больше Россия демонстрирует. Ну, в частности, там, постоянные учения. Это учения, там, не 2000 человек, как там американцы представили, там, 100 инструкторов в Россию. Да, это учения, там, 60 тысяч, 120 тысяч человек западными, вокруг северных и так далее. То есть, это, ну, очень серьезные такие катинеты. И это нас, конечно, не может радовать. Вот. На самом деле, хотелось бы, чтобы все это обошлось без конфликта. Но для этого, собственно, мы и прилагаем усилия, но для этого нужна все-таки еще и какая-то добрая воля сторон. На самом деле, при всей, как бы такой, как бы это сказать, при всем том, что Украина, ну, вроде как, она здесь самая попавшая, да? То есть, ну, на ее территории здесь разворачивается противостояние, по сути, геополитическое, а ей от этого никакой выгоды. Но, по сути, роль Украины и украинцев может быть огромной все-таки в завершении этого конфликта. Если они смогут очистить ряды от партии войны, да, если они смогут, ну, консолидировать политическое поле и восстановить, по сути, управляемость, да, своей страны, это может быть главным вкладом в прекращение конфликта. Давайте еще чуть-чуть на вопросы, да. Так, а что они содержат конкретно Крым? Так, похоже, кризис далек от завершения, мы это читали. Да, что они содержат конкретно Крыма, они за него платят, но тогда поподробнее. Ну, имеется в виду, я понял, продолжение дискуссии, что кто платит за содержание Крыма, Украина не платит, естественно. Нет, нет, конечно, территорию России уже. Да, Россию уже. Почему ДНР, ЛНР не делают замороженный конфликт, как Приднестровье или Абхазия? Да, это очень острый вопрос, я бы сказал, очень точный. К сожалению, я вижу причину только одну. Желание дальше расширить конфликт. С их стороны в том числе? Да, думаю, что да. Ну, со стороны их и тех, кто... Поход на Мариуполь и так далее. Да, боюсь, что да. Есть очень серьезная... Вообще, сейчас ситуация, вот обстановка конкретно сейчас, мы знаем, что 2 июня были сорваны переговоры, да, контактные группы в Минске. Здесь же. Да, здесь в Минске. И сейчас ситуация всеобщей эскалации. Все говорят об эскалации, о том, что, ну, понятно, ДНР обвиняет, что Украина наступает, Украина, что ДНР готовит наступление, но факт тот, что мы сейчас с каждым днем приближаемся к войне, на самом деле. Да, не могу понять, кому нужно, мы об этом говорили, да. В российском военном концерне «Алмаз-Антей», специализирующемся на производстве ПВО, заявили, что не причастны к крушению малазийского Боинга под Донецком. Ну, это тема старая, да, Запад это не опроверг, что, на мой взгляд, доказывает правоту русских, санкции в отношении России были введены из-за Боинга, а как быть, понятно, Запад тогда зарвался. Здесь просто для сведения, значит, санкции были введены, во-первых, было несколько пакетов и по разным поводам. Были санкции крымский пакет, так называемый, есть санкции по юго-восточному пакету, по Донбассу. И далеко не только из-за… А по Боингу, на самом деле, идет расследование, никаких санкций еще не введено. А «Алмаз-Антей» не имеет, не причастен к крушению Боинга, понятно, он просто производит. Ну да, он не стрелял от завода. Не причастен, да, не может быть причастен. А Запад это опровергает, тот же день указав конкретно на ложь русских, понятно, да. То есть это можно продолжать, а Запад опровергает. Да, эти опровергают, да. Римская империя тоже подмяла под себя весь мир в свое время силой завоевателей все новые и новые земли, их ресурсы. Но сколько веревочки не видится, конец всегда будет. Судьба США предопределена. Все, хочется сказать, все, да. Ну, нет, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в США был большой соблазн и практика даже, не то, что соблазн, а реальная политика империи, на которой они пришли к экономическому краху. Пишут, что это единственная сверхдержава реально, которая сейчас есть на земле. Ну, это как бы признание факта. А если мы возьмем именно проекты, как бы политические, то вот имперский проект в США, который абсолютно конкретно воплощали в себе неаконы и администрация Буша, привел к экономическому краху 2008-2009 годов. Конкретному краху, из которого, я повторяю еще раз, как бы США медленно, но верно потихоньку выбираются. И, на самом деле, если мы возьмем позицию официальную администрации в Вашингтоне, то эта позиция вовсе не направлена на раздувание конфликта. То есть, ну, на самом деле, Барак Обама или Джон Керри ни разу не делали заявления официальных, которые бы можно было как-то проинтерпретировать как раздувание конфликта. Ну, да, раздувание войны, да. И у них другие приоритеты, на самом деле. Так, я пропускать буду такие чисто политизированные. Да, США нет, Россия понятна. А почему Россия должна была помогать Януковичу? Это вот Вас, наверное, спрашивают, когда Вы сказали, он был президентом суверенного государства. Вмешаться в это американцы, русские правила игры соблюдают в отличие от Запада. Замечательное, как бы это сказать, замечание, простите за автодологию, но оно не бьется с одним моментом. Януковича сбросили, а меньше чем через месяц уже взяли Крым. Значит, российские средства массовой информации, ну, и в том числе пропаганды, и в том числе Владимир Путин делал, ну, не официальное, а в передаче, в интервью заявление, что операцию в Крыму готовили чуть ли не с кондачка за три дня. Но все военные специалисты... Это вот этот фильм про Крыму. Да, 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 «Путь домой», да. Ну, с другой стороны, он проявил многие особенности того, что операцию все-таки готовили. Ну, да, для того, чтобы, понимаете, любой военный специалист Вам скажет, что для того, чтобы провернуть такую операцию, ну, надо явно не один-два дня и даже, скорее всего, не один-два месяца. И поэтому возникает очень серьезный вопрос, почему же Россия Януковичу не помогала и играла якобы по правилам, а взятие Крыма уже готовила. Потому не помогала. Вот здесь возникает небольшой вопрос. Хотя, кстати, как вчера заявил украинский журналист Анатолий Шарий, он сделал замечательное заявление. Он говорит участникам Евромайдана, он обращается, говорит, ребята, чего вы добились? Вы могли просто попросить Януковича отдать Крым России, поднять цены в три раза, и он бы согласился. Да, да. И меньше было бы жертв. Да, так, не к тем валютам мы корзину привязали, понятно. На полях, да. Да, белый рубль, гривна, почему Россия. Так, к юаню нужно, понятно, по поводу задержанных русских на Украине. Ну, вы знаете, там много кого можно найти из боевиков и немцев, французов, американцев, наемников много. Ну, в общем, понятно, что все эти страны, Германия, Франция, туда свои войска ввели. Но они не говорят, что они, когда их даже задерживают, что они, ну, сотрудники, как сказать, военнослужащие. Есть свидетельства многочисленные, как бы, есть практика в России, ну, вот такого увольнения, как бы, задним числом военнослужащих. Но, в принципе, это говорит о том, что все-таки кадровые военные, состоящие на действительной военной службе, там оказываются... Ну, Советский Союз подобные вещи в Испании делал еще в 30-е годы. Потом Корея, Египет, Вьетнам и так далее. Понимаете как, вот я бы даже так сказал, что было бы гуманнее, ну, вот, опять же, если мы возьмем, если мы примем точку зрения российскую, и что Россия борется за свои жизненные интересы и заинтересованность в сохранении своего влияния в Украине, даже, допустим, отставим Януковича, почему... За Уралом столько жизненных, пустых интересов России. Нет, я даже не об этом, что, допустим, если отставить Януковича, почему его не поддержали, это отдельная тема, но было бы уже гуманнее все-таки тогда ввести российские войска, взять спокойно, потому что, ну, украинская армия бы не оказала никакого действенного сопротивления российской кадровой армии, да, взять под контроль территорию и все, ну, дальше нормально же и дальше. А зачем мы не нужны, извините, если... Нет, ну, это отдельная тема, это отдельная тема, да. Да, так, отключите свой мозг от российских телевизоров, что тоже правильно. А, кстати говоря, помните, шел разговор о том, что якобы какой-то телеканал украинский у нас будут транслировать, с целью объективного как-то восприятия. Ну, речь идет о том, что поскольку... Почему только от российского? Поскольку действующие украинские телеканалы у нас, как бы сказать, транслировать невозможно, потому что, ну, просто у всех съездит крыша, там, ну, просто жуткая пропаганда тоже. Вот, поэтому там речь идет о том, что в Украине запустится телеканал «Украина завтра», как бы специально для международного вещания, и он может попасть на сетку вещания, что абсолютно логично, поскольку это должен быть все-таки адаптированный, да, для иностранного пользователя контент, ну, нельзя это все вываливать в мозги наших людей. Еще вопрос вот вам тоже, Юрий, а почему вы говорите о соблюдении России каких-то договоров, договоров? Запад на все эти договоры давно наплевал, он сегодня ноль, какие-то двойные стандарты получаются, не находите? Ну, Запад разный, то есть я считаю, что один из важнейших пропагандистских приемов, с помощью которого раздувается конфликт и вражда, состоит в том, что есть некий Запад, некий монолитный, и некий там, он все управляется, да, да, да. На самом деле Запад очень разный, даже США очень разные, о чем я вот несколько раз говорил. Я уже не говорю про Германию, Францию, Великобританию и так далее, и тому подобное, поэтому, ну, Запад, как бы, как бы сказать, в совокупности своей, если взять совокупность индивидуальных действий конкретных стран западных, то все-таки в основном договоры соблюдает. Вот, да, есть Косово, Ирак, Афганистан. Это такой эмоциональный пост, да, там, да, там все. Кстати говоря, если мы возьмем, допустим, по поводу того, что ООН ноль, да, если мы возьмем Афганистан, Россия голосовала за резолюцию, которая разрешила войну в Афганистане. Если мы говорим про Ирак, ну, Россия, вроде, сначала была против, а потом тоже проголосовала. Ну, сейчас уже ОБСЕ обвиняют, что она не может навести порядок. Да, в этом смысле, ну, да. Так, не замораживают конфликт, естественно, потому, что кому-то мир не нужен, тоже вы об этом сказали, да. Так, зачем американским президентам выступать в поддержку развязки конфликтов у ЦРУ? Руки и так развязаны полностью, все делается их руками. Как, знаете, читаю, как статью газеты «Правда» 79-го года. Да, то есть, руки империалистов развязаны, они душат. Согласен, согласен. Жикарно вообще. Зритель у нас, видите, какой подкованный. Что важно понимать нашим людям? Важно понимать то, что до декабря 2013 года Украины на повестке внешней политики США вообще не существовало. То есть, в качестве приоритета Украины просто не было. У США был приоритет сделка с Ираном ядерная, ближневосточное урегулирование, Китай, Южно-Китайское море, репозиционирование там всех ресурсов на Азиатско-Тихоанский регион и так далее. То есть, это для них было неинтересно. Для них это была абсолютно периферийная, маргинальная позиция. И именно благодаря этому отдельные люди в администрации США. Виктория Нуланд из неоконсерваторов, которая всего лишь начальник департамента в Госдепе. Она начальник департамента, она assistant secretary of state. И вот они смогли, так сказать, устроить то, что они устроили. Это очень важно понимать, что на самом деле официальный Вашингтон, ну, высшие должностные лица, не были абсолютно готовы к украинскому кризису. Я боюсь, не все знали на карте, не могли сразу показать на Украину. Это 100%. И в этом смысле, ну, это совершенно другая картина. И им, на самом деле, этот кризис очень сильно помешал. Потому что для них, например, там в 150 тысяч раз важнее иранское урегулирование, да, иранская ядерная сделка. Им там критически нужна конструктивная позиция России. Потому что если Россия, Россия члена переговорной группы 5 плюс 1, да, если Россия займет позицию, что, ну, мы заблокируем сделку, то для американцев это будет поражение, ну, в тысячу раз более серьезное, чем какая-то там Украина и так далее. Поэтому, ну, все-таки важно понимать, да, кто в какой ситуации действует. Давайте у нас, мы уже немножко долго в эфире, еще вопрос. Правильно наш президент сказал, сначала разберитесь, кто там террорист, а то своих поубиваете. Действительно. Пусть будет мир на Украине. Ну, это да, хорошее пожелание. Я хотел бы, да, закончить вот немножко цитатой. Вот в это воскресенье, да, полпред, непризнанной Донецкой Народной Республики, в переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что Донбасс находится на грани большой войны. И все может обостриться в считанные часы. Вот как вам такие прогнозы вообще? Меня они как-то настораживают. Это прогноз, к сожалению, абсолютно справедливый. Он совпадает с прогнозами нашего Центра стратегических и внешнеполитических исследований. И связан он с одной простой датой. 30 июня у нас дедлайн подходит, то есть крайний срок по заключению как раз-таки ядерной сделки с Ираном. И для того, чтобы сорвать эту сделку, вполне возможно, что силы заинтересованные в дестабилизации международной обстановки предпринимут какие-то дополнительные усилия и в Украине для активизации конфликта. То есть на самом деле сейчас, вот июнь, это очень ответственное и очень беспокойное время. Ну прямо когда 70, больше 70 лет назад, в 41 году. К сожалению, когда действительно война возможна как никогда, эскалация конфликта. Но именно поэтому нам надо сохранять трезвую голову, очень внимательно читать новости, пытаться читать первоисточники, сравнивать их с тем, что говорят СМИ. Очень часто это противоречит друг другу. И, конечно, не поддаваться на провокации. Ну все-таки хочется, чтобы был мир и на Украине, и, естественно, у нас. Да, это было мнение политолога Юрия Царика. Спасибо, Юрий, что зашли к нам. Всего самого наилучшего. И надеюсь, мы все-таки будем встречаться в большей степени с целью проанализировать события где-то вовне, чем у нас. Согласен. Да, всего самого доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»